За кадром я Альберт Гаймян, ответчик по иску Сергея Лузиного, которого вчера 20 декабря не пустили в суд. И напротив меня в кадре Алексей Гайворонский, ответчик по тому же иску, который до суда все-таки добрался. Алексей, что тебя конкретно не устроило в действиях суди Махового, Ленинского суда? Конкретно суд начался без двух ответчиков. Но самый Гаймян, который за кадром, не был допущен по формальной причине в советским паспортом. Хотя на все предыдущие заседания его допускали, а в этот раз его не допустили. Тамара Николаевна Орлова вызвала скорую у себя, то есть дома, и не смогла прийти. И тем не менее суд начался, несмотря даже на вот эти вещи. Мы заявляли ходатайство, что так и так не будет ответчиков. Что конкретно не устроило тебя в действиях судьи? Во-первых, он вел себя по-хамски, он затыкал нам рты. То есть что-нибудь скажешь, тут же предупреждение, тут же вот этим приставом вывезти, расстрелять. То есть конкретно, да, вот стоит человек, инвалид второй группы, ветеран Чечни. Просит судью Махового. Это у нас ответчик Плачинда. Да, ответчик Плачинда. Ваша честь, я инвалид второй группы. Вот, прошу присесть, чтобы задавать вопросы Лузину. Судья Маховой сквозь зубы, а так, с ненавистью, такой, нельзя, вот так вот, смотрит, как, знаете, Ленин на буржуазию или с кем-то стране. Понимаете, отвратительная такая демонстрация пренебрежения к людям, понимаете. Насколько обидно вот это все наблюдать за таким правосудием, в кавычках, понимаете. По существу вопроса дальше, да. Плачинда говорит Лузинову о ситуации в Чечне, которая была, и о том случае, когда он приехал вместо Лузинова, приехал к новобранцам, да. А Лузинов говорит, я тебя впервые вижу, тебя там не было. Даже так. Да, то есть тебя там не было. И Плачинда, ну как это, ты что, потерялся человек, да, Маховой, знаете, а это не имеет отношения к делу. Вы понимаете, какая наглая фальсификация. А что имеет отношения? Не имеет отношения то, что они знают его или нет? А то, что да, 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 то, что Плачинда хочет утверждать свою сторону, да, то есть явная такая демонстрация, что, дескать, все, что ты говоришь, не имеет отношения к делу. Я боюсь, знаете, чего? Что судья Маховой просто не допустит свидетелей. 24 числа он просто не допустит свидетелей, которые расскажут, как Сергей Константинович Лузинов позорно бежал из Чечни и бросил солдат. Этот факт знают там люди конкретно, они придут на суд, рассказывают. Так вот, у меня есть очень большие основания подозревать, что Маховой не допустит этих свидетелей, чтобы сфальсифицировать это дело по отмашке сверху. Ну, воду, так сказать, ну, тем людям, которые... Ты думаешь, отмашка сверху все-таки есть? Да, отмашка однозначно есть, чтобы гражданских активистов, как говорится, репрессировать. Это и Гаймяна, правозащитника, и Гайворонского, и Орлову, которые постоянно указывают на недостатки, на коррупции. В общем, как мы с тобой шутим, мы все вляпались в большую Лузу Лузинова, да? Да, мы в нее вляпались, но, тем не менее, рассчитывать, что так просто вот это об нас вытереть ноги не получится. Я тебя понял, что ты хотел бы донести до руководства краевого суда? Во-первых, вот такие суды, как говорил Владимир Владимирович Путин, неоднократно. Они подрывают государственность, они разрушают Россию. Когда демонстрация обществу, плевки и пренебрежения, это все подрывает основы государственной власти. Это подрывает авторитет судебной власти, это подрывает веру людей в Россию. Вы разрушаете страну, ребята. Я обращаюсь к председателю краевого суда. Новый человек, про него ходят хорошие слухи. Примите меры, и вот этих взорвавшихся, вот таких вот судей ставьте на место, потому что они уже берега, как говорится, не видят. Они делают беспредел у нас в Краснодаре, в Крае. Да, Алексей, согласен. У меня тоже мысли связаны именно с тем, что Алексей Шипилов, представитель краевого суда, обратит внимание на ситуацию и не допустит того, чтобы нам вот таким вот ломовым путем все это дело произвели. Кстати, ты же так же, как и я, считаешь, что недопустимо рассматривать вот так вот голопом по Европам около 40 публикаций разом. Конечно. Там, представьте, 40 публикаций, все собрано в кучу. Многие публикации искажены истцом в свою пользу. Об этом мы говорим на суде. То есть, что вот так, как это можно оптом, не рассматривая ничего, выносить решение в пользу истца. Ребят, это что за суды такие? Это к чему вообще все идет? Это к чему двигается вообще? Да, Алексей, ну 23-го ты так же, как и я, так же, как и два других ответчика подаешь жалобы в краевой суд 24-го числа. Я буду прорываться в суд, тебя, думаю, пустят. Твои планы на 24-е, что думаешь, как будет вообще? Будем смотреть по ситуации. Наша надежда все-таки на то, что свидетели пройдут. Потому что если свидетели не пройдут, тогда этот суд вообще не имеет смысла. То есть, получается, Плачинга лишен права на защиту, Альберт Гаймян лишен права на защиту, а все остальные, в принципе, там уже как-то... Я с тобой согласен. Это не забрать. Надеемся на краевой суд. Спасибо.